19 часов в Берлине вы смотрите Оствест европейский информационный телеканал на русском языке в студии Марфа Смирнова добрый вечер прямо сейчас в нашем эфире дайджест новостей Марк Цукерберг пришел в американский сенат ответил на вопросы о личных данных рассказал где какие кнопки нажимать и заработал почти 3 миллиарда евро сейчас проходит еще одно покаяние перед американским правительством сколько оно принесет Цукербергу это был блеф Трамп передумал воевать в течение часа так что с США намерены делать в отношении Сирии и неужели России правда готовится отражать в этом регионе ракетные удары войны кажется не будет во всяком случае пока хотя еще ранним утром казалось что все жребий брошен этот твит Трампа в 7 утра по Берлину Россия обещает сбивать любые и все ракеты выпущенные по Сирии приготовься Россия потому что они прибудут красивые новые и ловкие вы не должны быть партнерами с животным убийцей газом который убивает газом свой народ и наслаждается этим трудно себе представить что происходило в следующие минуты в Белом доме тут без доли сарказма надо сказать что если судить по соцсетям то все и впрямь начали морально готовиться к ядерной войне и не успели прокрутить в голове возможный военный сценарий как не прошло и часа Трамп публикует новый твит наши отношения с Россией сейчас хуже чем когда-либо и это включает себя холодную войну для этого нет оснований Россия нуждается в нас чтобы мы помогли с экономикой что было бы очень легко сделать и нам нужно чтобы все нации работали вместе остановить гонку вооружений вот так просто теперь можно объявить войну отменить войну никаких вам официальных заявлений представителей белого дома госдепартамента сша трамп общается с миром напрямую посредством соцсетей а накадуне на заседании совбеза он сначала россия заблокировала американский проект резолюции по сирии он предполагал расследование возможной химической атаки в думе резолюцию поддержали 12 стран членов совбеза против выступили как раз россия и боливия после этого заблокировали и российский проект резолюции еще был компромиссный вариант подготовленной швеции но его не приняли напомню что вообще весь этот новый виток сирийского кризиса начался 6 апреля тогда сообщалось что на город дума в котором силы башара асада начали операцию по освобождению от боевиков оппозиции была сброшена бомба с хлором по данным правозащитных организаций из-за химической атаки погибли 70 человек госдеп сша заявил что если сообщение о применении химического оружия подтвердятся россия поддерживающая асада должна вместе с ним нести ответственность за случившееся и вчера в мс сша направили в средиземноморий средиземноморье средиземное море извините авианосец гарри труман и эсминец дональд кук оснащенный ракетами томагавк кстати пока так и не ясно что будет с этими авианосцами в твиттеры у трампа никаких свежих объявлений тоже нет а что тем временем европа пока американцы и русские переживают какие мысли приходит в голову тем же немцам на этот счет мой коллега сурен мотивасян опросил сегодня жителей гостей берлина спрашивал что они думают они бывалом накале отношений между сша и россией конечно сирия сегодня это шахматная доска для путина и трампа но я думаю что войны между сша и россии сейчас не будет они просто играют мускулами хотя на самом деле это битва слабых путин слаб его позиция неустойчивая трамп тоже поэтому они демонстрируют то какими сильными они могли бы быть поэтому я не верю что сирию и мир ждет дальнейшей эскалации вы знаете что в эти минуты сша принимает решение о возможном ударе по сирии посадки да это отвратительно стоит ли об этом говорить война это всегда ужасно хотя они борются за равновесие сил вы верите что возможно очередная мировая война или может быть ядерная война нет я не думаю они только угрожают этим друг другу но в реальной жизни вряд ли на это решаться нет я не думаю что будет война между сша и россии это было бы просто какое-то сумасшествие я в это не верю но и заглянуть трампу в голову я тоже не могу я тоже не верю в то что будет война но это правда его поведение сложно предугадать я допускаю вероятность того что может случиться война но по моему мнению это не выход из ситуации я очень надеюсь что обе стороны и россии и сша смогут мирно договориться и никто из них не нажмет на красную кнопку вы представляете себе как эта ситуация может развиваться дальше нет и никто не знает это и есть самое страшное во всей этой истории ну вообще сегодня возможно все прежде всего в этом заслуга трампа никогда не знаешь что он выкнет следующий момент каждый день новый сюрприз как используются ваши личные данные фейсбуке почему фейсбук всегда знает какую рекламу вам предложить и как фейсбук стал инструментом в политиков помог ли он вмешаться выборы вопросы которые уже несколько месяцев беспрестанно задают марку цукербергу основателю одной из самых успешных компаний в мире давление на него растет и вот теперь два дня подряд он должен отвечать на те же вопросы перед американским правительством в эти минуты марк цукерберг выступает в качестве единственного свидетеля на открытых слушаниях в палате представителей в конгрессе сша пол шел уже четвертый час и при этом всего примерно половина конгрессменов успела задать вопросы главе фейсбука и вопросы были жестче чем у сенаторов порой марк цукерберг который казался довольно уверенным вчера терялся и не мог сразу ответить на острые вопросы сегодня кстати вы знали что если у вас даже нет страницы фейсбуке ваши данные все равно могли оказаться в его распоряжении вы собираете личные данные даже тех у кого и вовсе нет страницы фейсбуке конгресс вумер я думаю да или нет я в этом не уверен так вы уже признавались том что делаете это в интересах безопасности в коммерческих интересах если кто-то заходит на любую интернет страницу где есть вот этот значок поделиться его данные автоматически попадают в ваше распоряжение это так да или нет да это так во вторник вечером 10 апреля марк цукерберг на удивление многих не в своей обычной футболке а в классическом костюме впрочем как и сегодня приехал в сенат где пять часов отвечал на вопросы сенаторов и представителей юридического комитета и комитета по торговле науки и транспорту если подытожить то в общем вчера цукерберг признал что его компания допустила какие-то ошибки но пообещал в будущем активнее следить за защитой данных а также рассказал сенатором не очень продвинутым пользователям соцсетей какие разнообразные функции есть у фейсбука мы недостаточно широко рассматривали нашу ответственность и это была большая ошибка это была моя ошибка и мне жаль я создал фейсбук и я ответственен за то что там происходит прекратите извиняться и давайте что-то менять я думаю что пришло время действительно изменить линию поведения я ценю тот факт что вы говорили о принципах фейсбука вы уведомли пользователей об использовании данных и о том что они могут полностью контролировать информацию о себе но скептицизм который у меня есть и я надеюсь что вы сможете мне в этом помочь это то что за семь лет семь четырнадцать лет семь лет не наблюдалось существенных изменений в обеспечении конфиденциальности и то что некоторые пользователи могут контролировать свои данные надо сказать что вчера и сегодня Марк Цукерберг отвечал на вопросы американских политиков совершенно добровольно потому что он выступал в конгрессе в качестве свидетеля и даже изначально говорили что вместо него могут выступить его заместители но он пришел сам хотя и его время как владельца самой дорогой компании одной из самых дорогих компаний в мире стоит очень дорого он пришел сам и не потерял а заработал вчера во время его выступления за пять часов акции фейсбука выросли почти на пять процентов и заработал он тем сам 3 миллиарда долларов а сколько он заработает сегодня узнаем завтра на этом у нас все через несколько минут смотрите программу чтобы это значило с моими чудесными коллегами Марией Макеевой и Ольгой Романовой всего доброго